здравствуйте дорогие друзья сегодня без чашечки кофе просто хочу с вами поделиться на сегодня ночью был ужасный обстрел моего любимого города харькова бомбили так как это было в начале войны без остановки сильно пострадали много районов есть раненые есть погибшие бомбили наш красивейший район павлово поле ну я не знаю что там они ищут но с их кривыми ракетами наверное так и получается куда попала туда и попала я вам сейчас покажу небольшое видео в общем смотрите сами делайте выводы сами вчера в 10 часов вечера был армагидон сумасшедшие выстрелы мне под окно прямо прилетело сегодня полностью сесть все по полностью все три окна буду делать буду искать возможность застеклить потому что зимовать так не получится с этими ножнами ну да человек тут все нужно ожидать понимаете каждый минуту ложись я не знаю окна кстати я показывала недавно вам какие осколочки прилетают у нас родственники живут в этом районе рядом попали в школу знаете я все время думаю о своем любимом городе и иногда мне приходит такая мысль помните мои видео когда мы со славочкой ездили на машине снимали наш город и ночной и днем какая у нас была красивая иллюминация какие у нас красивые парки какая наша замечательная красивейшая улица сумская с ее люстрами со звездным небом и вот я все время ловлю себя на мысли а будет еще это или нет да я хочу верить что все восстановится что все будет как было весь вопрос когда и сколько еще погибнет людей сколько еще погибнет детей а еще вы же прекрасно понимаете что погуб погибают люди с обоих сторон как с украины так и с россии по моему на сегодняшний день по статистике погибло российских солдат больше 40 тысяч не знаю говорят вам там это об этом или не говорят но те мамы которые получают пакеты они наверное в это верят и хочется сказать ради кого все это происходит какая-то кучка старых дедов про маразматиков решили все изменить кто вам дал право решать судьбы других людей как украинцев так и россиян кто вам дал право вы возомнили что вы властелин над всей вселенной или как знаете у меня есть видео которое я снимала за один день до войны и в этом видео собственно говоря я его наверное выставлю потому что просто послушайте какие были у меня мысли я никогда не могла да нам говорили нам говорили что может быть скоро война нужно было собирать эти тревожные чемоданчики все это было но мы не верили мы не верили вот не хотели верить в то что россия может так поступить с украиной не верили всегда говорили что мы дружны что мы общаемся очень много семей браков которые были между русскими украинцами и вот то что сейчас происходит и вы знаете с каждым днем все хуже и хуже и я смотрю что творится чтобы что происходит что вы хотите вот эти старые деды ботоксные что вы хотите вы хотите уничтожить народ вам станет легче вы станете властелином но все же под богом ходим уничтожаете уничтожаете города уничтожаете народ просто целый народ уничтожаете мариуполь мариуполь стерлись с лица земли и говорите что это сделали украинцы харьков бомбите тоже потом скажете что это все сделали украинцы куда вы не влезете свой нос куда не всунете везде одна беда везде одна трагедия россияне вам почему-то верят знаете недавно мне попалось видео брата савелла дамяна боже мой что с человеком произошло он какой-то зомби что он говорит как он рассуждает или в детство упал я не знаю просто просто поражаюсь родственники ему объясняют что происходит у нас в украине а он нет он в это не верит но я так понимаю что если не верит своим кровным родственникам что можно говорить об остальном население россии там еще все хуже в общем поделилась с вами очень конечно мне больно за свой город мы его все очень любим но жалко людей дома дома построятся а вот судьбы сколько разрушенных судеб дети с родителями с мамочками куда-то бегут прячутся а мужчина нас защищает и каждую ночь мамочки ложатся спать со слезами на глазах это конечно очень ужасно и печально если честно сказать я иногда ловлю себя на слове и на мысли о том что это вообще все правда происходит или мне снится вот я просто иногда думаю ну неужели это правда неужели такое может быть в нашем цивилизованном мире когда у всех все прекрасно все хорошо и вдруг такое произошло уничтожается народ а тот народ который идет на нас российский они тоже себя уничтожают они уничтожили свою технику я не знаю чем они там уже останутся не жалко никого этому ботоксному никого не жалко ни своих ни чужих ищет каких-то нацистов а сам хуже нациста он уже перешел все грани все что можно было перейти он уже перешел его ненавидят весь мир ему желают смерти весь мир ну наверное он там не один я так понимаю что их там кучка небольшая и путин не один а проект путина но это уже ваши проблемы мы к вам не лезем нам абсолютно все равно что там у вас сами варите своем котле зачем вы трогаете других зачем объясните пожалуйста очень тяжелая сегодня ночь была очень тяжелая я еще не все новости посмотрела но то что узнала от родственников просто меня в ужас приводит у нас тоже была тревога здесь в пене в час ночи ну слава богу обошлось поэтому я всех призываю одумайтесь вы все горите от нас не зависит да зависит если всем миром взяться то все можно исправить вот такое вот у меня сегодня грустное печальное видео все равно я желаю всем здоровья всем здравия здравия в голове чтобы было ум и всем желаю мирного неба